Ужин при свечах, в осиделке у костра и никаких телефонных звонков. В таких вот псевдоромантичных условиях вынуждены находиться жители поселка, пока власти выясняют, кто обязан платить по долгам за электроэнергию. В деталях этой темной истории разбирался наш корреспондент Алексей Макитюк. Ну а далее о курсе тенге на завтра. Поселок Ильдерей. Отсюда до районного центра 200 километров. И фактически решать возникающие проблемы жители вынуждены сами. Месяц назад на долю сельчан выпало новое испытание. Все село вдруг оказалось без света. Телевизоры, компьютеры, иная бытовая техника и даже единственный телефон, который их связывал с миром, работать перестали. Нам нужен холодильник, чтобы хранить свои продукты. Наши запасы испорчены. Нам нужен свет. Подавать электричество в поселок перестали из-за долгов. Полтора миллиона тенге. Огромная сумма появилась из разницы между показаниями счетчиков, по которым платили сельчане, и показаниями прибора на линии, по которой еще недавно к жителям поступала энергия. Неоплаченные киловатты считались сопутствующими потерями. И ранее за них рассчитывался Экимат, как владелец сетей, на которых эти потери происходят. Но в мае этого года подарки от властей закончились. А сами люди возникший долг погасить не готовы. По бюджетному кодексу мы не можем возмещать их потери, потому что там нет ни школ, ни амбулаторий. Это только 28 семей, живущих в степи. И я объяснял им, что каждый год мы не сможем платить за них. У нас нет работы. Мы пасем скот. Откуда у нас такие деньги? Как мы заплатим? Однако за потери в электросети, которые происходят по пути к домам сельчан, сами жители рассчитываться не должны. В этом уверены региональные представители энергораспределяющей компании. В данном случае это долг Экимата. У нас с Экиматом договор заключен. Есть правила пользования электрической энергией, правила функционирования розничного рынка электрической энергии. Везде все указывает на то, что ответственность за вот эти потери несет владелец сетей, но никак не жители. И пока власти будут сверять свои обязанности с законами и актами, 28 семей продолжают жить в традициях своих предков, лишь в крайнем случае спасаясь энергии от дизельного генератора. Алексей Мактюк, Айдар Ибрай, Ержан Налипов. Главные новости. Первый канал Казахстана. Карагандинская область.